Проявление гипергидроза и способы лечения. Если потливость подмышек доставляет неприятности, можно попробовать лечить гипергидроз различными народными средствами, иметься в виду дома. Безусловно, избавиться от проблемы в домашних условиях можно только на первых порах ее проявления. Если есть желание полностью устранить гипергидроз подмышек, нужна консультация врача и выяснение причин заболевания. Но все же давайте рассмотрим информацию о том, как лечить гипергидроз в домашних условиях и как такое лечение потливости подмышек может облегчить состояние. Лечение потливости подмышек народными средствами подразумевает применение различных трав, но перед тем, как лечить его дома самостоятельно, нужно понимать, что такое гипергидроз. Гипергидроз подмышек – это их повышенная потливость. Не нужно путать обычное выделение пота у людей в жаркую погоду или после физических упражнений. Проблема гипергидроза явно выражена и заставляет людей потеть практически всегда. Лечение гипергидроза крайне важно, так как результат потливости подмышек, неприятный запах, избавиться от которого крайне сложно. Гипергидроз приносит проблемы с одеждой, ведь на ней остаются разводы, она пропитывается запахом и в итоге быстро изнашивается. Депрессия и неврозы – это следующий шаг чрезмерной потливости подмышек, что само собой требует лечения уже не только в домашних условиях. Регулярное посещение психолога и даже, возможно, прием антидепрессантов понадобится, чтобы вылечить депрессивное состояние. Важно перед тем, как начинать лечение гипергидроза подмышек народными средствами, получить консультацию врача, ведь, как известно, гипергидроз может быть симптомом другого, более серьезного заболевания. И если это так, то потребуется лечение этого заболевания. Профилактика потливости подмышек. Если стадия гипергидроза позволяет самое ранее, а причины также известны, то можно попробовать избавиться от гипергидроза дома. Вылечить недуг можно не только народными средствами, но и простыми соблюдениями правил личной гигиены. Регулярно посещать душ, не реже двух раз на день. Лучше, если он будет контрастный, это также укрепит сосуды. Удаление лишних волос сократит количество бактерий, а значит и уменьшит запах потливости. Дома и в других местах нужно сократить количество продуктов патагонного действия, малина, мед, горячий чай, кофе, острые блюда и так далее. Принимать препараты для укрепления организма. В жарких условиях стараться пить как можно меньше. Вывести токсина помогут посещение сауны или бани. Обеспечить себе правильное питание и физическую нагрузку, так как для начала нужно избавиться от лишнего веса. Что касается применения антиперспирантов, то оно также необходимо, но следует выбирать только гипоаллергенные, в которых содержатся не больше 15% алюма хлорила гексогидрата. Обычные антиперспиранты не помогут избавиться от проблемы, а только усугублять ее так, как они закупоривают потовые железы. Лечение недуга в домашних условиях обязательно должно быть с учетом всех пунктов гигиены, только тогда можно будет вылечить его полностью. Травы и настои, которые способны излечить потливость. Наш главный вопрос о том, можно ли вылечить гипергидроз дома. Как уже упоминалось, лечение гипергидроза в домашних условиях подразумевает применение трав. Для начала можно воспользоваться ромашкой. Наверняка она есть у каждого дома, так как способна вылечить многое. Лечение потливости народными средствами, а именно ромашкой, выполняется так. 6 СТ, ложок размятых цветков и листьев, заливаются 2 литра воды, комнатная температура, емкость накрывается на час. После нужно добавить 2 СТ, ложки соды, все хорошо размешать. Вылечить зону подмышек такими народными средствами можно простым протиранием с применением настоя несколько раз на день. Нужно помнить, что даже в холодильнике настой можно хранить недолго. В идеале делать каждый день свежий. Если беспокоит гипергидроз, лечение народными средствами возможно настойкой из хвоща. Для ее приготовления понадобится водка, не спирт, а именно водка. Пропорция составляет 1 к 10. Нужно найти дома темное место и оставить настоем на 10 дней. Раз в день нужно встряхивать банку. Перед тем, как использовать это средство в домашних условиях, следует провести тест на возможную аллергическую реакцию. Лечение любыми народными средствами требует проведения такого теста. Дома вылечить гипергидроз подмышек можно спиртовой настойкой из грецкого ореха. Для этого нужно сделать такую же настойку, как и хвощем, но можно использовать и спирт. Дома настойка нужно хранить в темном месте. Лечение производить методом протирания. Можно избавиться от пота по такому же методу настоем из березовых почек. Вызывает благотворное влияние на потливость подмышек, лечение народными средствами, а именно дубовой корой. Она нормализует и уменьшает потливость. Настой делают из одного часа ложки коры, залитой стаканом воды комнатной температуры, кипяченой. Добавите пару капель сока лимона и делайте протирание пару раз на день в домашних условиях. Гипергидроз устраняет травяной сбор из березовых почек, листьев ромашки, зверобоя и бессмертника. 100 граммов каждый перемешиваются. Берется 1 ст. Ложкой и заливается 200 граммов крутого кипятка. Такой настой нужно пить по стакану с утра и вечером. Когда 400 граммов смеси израсходовано и перестал так сильно тревожить гипергидроз, лечение в домашних условиях нужно прекратить. Подобное средство следует делать не чаще, чем раз в 3 года. Избавиться от недуга помогут ванны или компрессы с применением настоя из веток сосны. Для этого молодые ветки нужно запарить на водяной бане. Это отличное средство, чтобы побороть гипергидроз. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии к ролику. Подписывайтесь на канал. С вами была Алиса Иванова.